Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, чтобы цифры бежали. Номер 59. Так, Галатам 1.5. Ему слава во веки веков. Аминь. Толкование. Долженого феофилакта. Не употребляя нигде во вступлении слова Аминь, здесь поставил, показывая, что эта речь им кончена, и что для обвинения Галатов достаточно сказанного. И напомним о незреченных благодеяниях Божьих, в которых уже заключается осуждение их, как оставивших своего благодетеля Христа. Затем, проникнутый изумлением пред всем благодетелем, и не находя ничего еще сказать о них, заключает свою речь словословием. Галатам 1.6. Удивляясь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, Толкование. Показывает, что он имел о них высокое мнение, ибо, удивляясь, говорит он, что вы, столь потрудившиеся в вере, так скоро уклоняетесь. Тут две вины, переходите и скоро. Так что обольстители не нуждались и во времени, что свидетельствует о легкомыслии, приемлющих их учения. И не сказал, перешли, но переходите. То есть, я еще не верю и не думаю, что обольщение уже совершилось. Пойми мудрость. Так как они, держась закона, думали служить Отцу, то Он говорит, что те, которые держатся законом, удаляются от Бога. Ибо говорит, от призвавшего вас, то есть от Отца, благодатью Христовую, то есть они оправданы Христом, не за дела, а по благодати. Ибо хотя Сын дарует прощение грехов благодатью, но Отец призывает к ней. Галатам 1.7 Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Толкование. Так как обольстители свое заблуждение называли Евангелием, то Он возражает и против этого наименования. Говорят, что нет другого Евангелия, кроме того, которое вы приняли. Ибо одно есть Евангелие, содержащее правильное учение, которое я вам проповедал. Если бы только некоторые не смущали ваших душевных очей и не заставляли вас видеть одно вместо другого, желая извратить Евангелие Христово. Правда, они не все Евангелие не спровергали, а проводили только заповедь о субботе и обрезании. Однако, он показывает, что небольшая порша не спровергает все Евангелие. Подобно тому, как отрубивший небольшую часть от царской монеты делает негодной всю монету. Заметь, это сказано для тех, которые говорят, что это мелочь и не стоит внимания. А маркианиты, ухватившись за это изречение, говорят, что на этом основании должно принимать не четыре, но одно Евангелие, которое они составили. И одно и принимая, другое отбрасывая. Вот и Павел, говорят они, утверждает, что одно Евангелие. А что это значит? Как мы говорим, что четыре Евангелия составляет одно? Конечно, по их согласию. Так и Павел говорит здесь не о числе, а о разногласии. Так как, говорит он, проповедь этих обольстителей не согласна, посему она не есть Евангелие. Если же была согласна, то была бы Евангелием, то есть проповедью апостольской. Таким образом, мнение маркиона – пустая болтовня. Галатам 1.8 Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема толкование. Да бы кто-нибудь не сказал, что он по честолюбию восхваляет свое собственное учение, то он из самого себя анафематствует. Итак, как они прибегали к авторитету и ссылались на Петра и Иакова, поэтому упомянул и об ангелах, прибавил же слово «с неба», потому что и священники назывались ангелами. Итак, чтобы ты не подумал, что говорит о священниках, но указанием на небо обозначил высшие силы, и не сказал, если противное будут проповедовать, но если нечто малое будут возвещать вам сверх того, что мы вам возвестили. Итак, подвергая анафеме ангелов и себя, он отвергает всякий авторитет. То есть апостол Павел считает единственным для себя авторитетом самого Христа и человеческую дружбу в деле веры. Не говори мне, что твои апостолы проповедуют другое. Я самого себя не пощажу, если не буду благовествовать. И говорит он это не в унижении апостолов, а желая заградить уста обольстителям и показать, что не признает авторитета, когда заходит речь о догматах. Галатам 1.9 Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Толкование. Что бы ни подумали, что сказал это он в гневе и в увлечении, снова повторяя то же, показывая, что так высказался не необдуманно, а твердо и непоколебимо, решив это в самом себе. Галатам 1.10 У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Толкование. Он намеревается защищаться против того, в чем его обвиняют. Однако, чтобы они не возгордились, как судьи своего учителя. Он говорит. Не думайте, что я защищаюсь перед вами, или стараюсь убедить вас. Нет. Вся мысль и речь мои направлены к Богу. Посему и пишу это не с той целью, чтобы добиться славы у вас и иметь учеников, но с тем, чтобы быть правым пред Богом. Относительно догматов. А не из желания угождать людям. Или же так. Поскольку клеветали на него, что одним он проповедует одно, а другим другое, и приноравливается к людям, то он спрашивает их. Людей ли я стараюсь уверять и им угождать, или Богу? Ибо если бы я желал людям угождать, то непременно делал бы то, что вы говорите. Доказывает, что он не заботится об угождении людям. Да и зачем бы он стал или листить им, или проповедовать одним одно, а другим другое? Ведь если бы он об этом заботился, то не отступил бы от иудейства, и не обратился бы ко Христу, не принерег бы родственниками, друзьями, такой славой, и не избрал бы преследования, опасности и бесчестия. Галатам 1.11 Возвещай вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое толкование. Хочет показать им, что он истинно отступил от закона, и для этого напоминает о прежней своей жизни и о резкой перемене, показывая, что он не перешел бы вдруг от иудейства, если бы не имел некоего божественного удостоверения. Поэтому и говорит, Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, то есть не человека я имел учителем, а был учеником самого Христа. Галатам 1.12 Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Толкование Так как левитники говорили, что он не был, как прочие апостолы, непосредственным слушателем Христа, а все принял от людей, то он говорит, что открыл мне Евангелие сам тот, который научил и Петра, и других. Галатам 1.13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. Толкование Откуда видно, что через божественное откровение получил я Евангелие из прежней моей жизни? Ведь будучи таким гонителем, как бы я мог вдруг измениться, если бы не извлекло меня некое божественное явление? А что я был ревностным гонителем, видно из того, что слышали об этом и вы, галаты, столь далеко живущие от иудеи. Не сказал гнал, а жестоко гнал. И не только это, но даже опустошал, то есть пытался разрушить до основания и истребить. Ведь в этом состоит дело опустошителя. Галатам 1.14 И преуспевал в иудействии более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревенителем отеческих моих преданий. Толкование Всех, говорит он, сверстников я превзошел горячностью, и в войне против церкви шел впереди. Иначе был в чести у иудеев. Но не думай, что это было делом тщеславия или гнева, а из ревности. Итак, если я боролся против церкви, не по человеческим каким-нибудь расчетам, но из ревности по Боге, хоть проповедовать из любви к человеку... Хоть и заблуждался. Хоть и заблуждался, то как же теперь, когда познал истину, стал бы я проповедовать из любви к человеческой славе что-нибудь другое, а не то, что повелевает истина, и чему научил меня Христос. Галатам 1.15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил, толкование, если от чрева матери он предназначен был благовестию и избран Богом, то, конечно, по некоторому божественному распоряжению оставалось некоторое время в его действии, без сомнения для того, чтобы эта столь резкая перемена в нем привлекла многих к вере и утвердила в ней. Избрал же его Бог не по жребию, а по предвидению, что он достоин. Хотя Бог призвал его за добродетель, ибо сказано, он есть мой избранный сосуд. Деяние 9.15 Но он скромно говорит, что призван благодатью не по достоинству, а по милости. По милости сказать, вот как реагировали галаты на эти слова? Я спрашиваю людей, которые верующие, не могут ответить, почему они не испытали. Я отвечаю, крайне негативно. Вот я сказал, меня Бог избрал, я говорю, в детстве маленький был, Бог меня призывал на молитву. Как поднялись со всех сторон, вот понимаешь, как с ума сошли. Ой, он избрал, это берут, наклеивают одно на другое, это слово избрание для них страшно. Почему? Сатана. Сатана этого слова боится как огня, я на практике это узнал. Не сказал открыть мне, но во мне, показывая тем, что получил наставление, не словесное только, но и сердце его исполнилось многого духа, так как знание это запечатлелось во внутреннем человеке. И Христос в нем говорит, Галатам 1.16 Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. Я не стал тогда же соверсоветоваться с плотью и кровью. Толкование. Бог открыл мне Сына не с тем только, чтобы я познал Его, но и для того, чтобы проповедовать Его другим. Потому что не только то, что Он уверовал, но и то, что Он был избран для проповеди, было от Бога. Как же после этого вы говорите, что люди меня учили? И не просто, чтобы я благовествовал Его, но язычникам. Так как же бы я мог язычникам проповедовать обрезание? Не пошел на совещание к апостолам, ибо их Он называет плотью и кровью. И минуя их так по естеству. Или же говорит это вообще о всех людях, потому что в деле веры ни один человек не был его учителем. Галатам 1.17 И не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Толкование. Каким образом мог сказать это апостол? Неужели он настолько возгордился, что считает себя самодавлеющим и не имеющим нужды в советниках? И разве он не слышал из речения, не будь мудрецом в глазах твоих, притча 3.7, и горе тем, которые мудры в своих глазах, Исаи 5.21? Нисколько. Но так как леветники его говорили, что должно слушаться апостолов, а не его, и что те были апостолами прежде его, то он принужден был сказать это, чтобы унять обольстителей. Да и неразумно было бы наученному Богом потом внимать людям. Итак, не по превозношению говорит он это, а чтобы показать достоинство своей проповеди. Правда, он приходил в Иерусалим, но не с тем, чтобы учиться, а с тем, чтобы убедить других, что и живущие в Иерусалиме думают так же. Потом не тотчас порешел, то есть в начале, а после. Да и то для убеждения других. Он ходил по местам невозделанным и диким, так как если бы он оставался между апостолами, то проповедь его встретила бы препятствия и не так быстро распространялась бы. Поэтому он пошел к самым диким народам. Но обрати внимание на смирение. Перечисляя города, он нигде не сказал, сколько обратил. Хотя в Дамаске он такое смятение привел иудеев, что подвергся преследованию со стороны Этнарха. Итак, если кажется, что он говорит много о себе, то говорит это не ради тщеславия, но для того, чтобы не потерпела ущерба его проповедь. Если ему не станут верить, как человеку, простому и ученику учеников. Вот это я беру первая глава Галатам полностью для себя. Со мной точно так же поступает. Я говорю для того, чтобы поверили, что сила Божия проявляется, когда ты отдаешься Богу. Я говорю, а ты когда уверовал? Не могут показать это. Я показываю минуту, когда меня Бог призвал. И притом только прошло там полтора часа, я на корабль прибыл. Сразу коммунистом всем стал говорить о Христе. Было у вас? Не было. Привел смущение? Да. Я беру все это. Учился в мореходном училище, вышел. В один день все меня отовсюду. Поняли, я враг их. И стали называть, что сошел с ума. А люди не знают. Это когда говоришь, мне какой авторитет? Но ты не веришь тому, что говорю по слову Божию. А я в такой среде был, среди своих, там где старая вера. Они не принимали. Апостол Павел говорит, я от фарисея от фарисея. Ну ты можешь это сказать? Назови любого. Нет. А я родился в этой фарисейской среде. Кружки, ложки, все это соблюдалось. А посты строжайшие. Но когда Господь обратил, я теперь увидел, что тут главное это есть. А люди этого не знают. Вот почему слово Божие запоминается. А как вы могли запомнить? Потому что это мое послание, как будто первую главу я написал. Поехали. Галатам 1.18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим, видеться с Петром и пробовал у него дней 15. Толкование. И это доказательство смирения. Столько совершивший он отправился к Петру не из-за пользы какой-нибудь, а ради простого свидания, оказывая ему честь как высшему. Посему не сказал видеть Петра, но видеться, как выражаются изучающие великие и прекрасные города, подобно тому, как и мы отправляемся к святым мужам, но мы скорее для пользы, а он ради одной чести. Свидание – выражение чести, а пребывание – выражение дружбы и горячей любви. И не сказал, что учился, но пробовал у него вместо с ним. Галатам 1.19 Другого же, из апостолов, я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Толкование. Хотя пришел он ради Петра, так он его почитал и любил, но видел и Иакова, и о нем он также упоминает с почтением, называя его братом Господним. Так далек бы он был от зависти. И действительно, если бы он хотел отличить, то назвал бы его сыном Клеопы. Ведь по плоти он не был братом Господним, а только считался. Как же он приходился сыном Клеопе? Слушай, Клеопа и Иосиф были братья. Когда Клеопа умер бездетным, Иосиф восстановил ему семьи и родил его и других его братьев. И Марию, которую, хотя она была дочерью Клеопы. Евангелие называют сестрой Матерью Господа, так как Иосиф по отношению к Пресвятой Деве сохранял скорее заботливость отца, чем расположение мужа. Галатам 1.21 А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу, после сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Толкование. Как бы намереваясь дать показания перед судом, он прибегает к сим словам, чтобы показаться самым достойным доверия. Галатам 1.22.24 Церковь Христовом в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавши их некогда, ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Толкование. Только ради свидания с Петром, явившись в Иудее, он опять оставляет ее, по той причине, что был послан проповедовать язычникам и для того, чтобы не предпринимать постройки на чужом основании. Поэтому, говорит он, меня и не знали в лицо христиане в Иудее. Итак, как же я мог бы проповедовать им обрезание, когда меня и в лицо они не знали? Так как клеветали на него, что в Иудее он проповедовал обрезанием. А они только слышали обо мне, что я обратился ко Христу и благовествую о нем, и прославляли за меня Бога. И это признак скромности. Ибо не сказал, дивились мне, восхищались мной, а приписал всеслучившиеся действия благодати. Галатам 1. Ага. Опечатка тут надо. Вот тут. 1, 2, 6. Глава 2. 2. 1, 2 стих. Благодарю. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и тита. Толкование. Дальше. Ходил же по откровению и предложил там, и особенно знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Толкование. Причиной первого путешествия был Петр. А второго откровение. Атитай Варнаву привел в качестве свидетелей своей проповеди, что она угодно была апостолом. То есть благовествование без обрезания. Зачем же спустя столько лет он предложил им его, когда нужно было вначале это сделать и узнать, хорошо ли он поступает или нет? Ибо неразумно, чтобы тот, который подвязался столько лет, после этого имел нужду в наставлении, если только не напрасно он подвязался. Но если бы он приходил с целью получить наставление относительно собственного служения, это действительно было бы неразумно. А так как он видел, что многие соблазняются тем, что Петр допускает обрезание, а он не обрезывает и через это подвергается подозрению в нарушении закона, то и пришел в Иерусалим по откровению, по внушению Святого Духа. Чтобы убедить соблазняющихся, что нет никакого разногласия в проповеди, а что допускающие обрезание благоразумно делают снисхождение, как проповедующие обрезаны. Что тут же неразумного? Ибо для исправления других Святой Дух подвигнул его идти, и он, естественно, повиновался. И особо знаменитейшим. По причине того, что много было соблазняющихся, Павел беседует особо наедине с учениками Петра, чтобы не возникла расприя, и чтобы предотвратить больший соблазн. Ибо весьма много было соблазняющихся, а если бы они услышали, что Павел открыто отвергает обрезание, то произошла бы смута, и все пришло бы в смятение. Поэтому-то он беседует наедине, имея свидетелями Титах и Варнаву, которые бы могли объявить всем людям, что и апостолы не нашли ничего противного в его проповеди. А называя их знаменитейшими, не отвергает их значение, но рядом со своим ставит и общее всех признание. Подобно тому, как я себе сказал, думаю, и я имею Духа Божия. 1 Коринфянам 7.40 Не отвергая бытие этого дара в себе, но указывая на общее мнение. Итак, знаменитейшим, то есть великим, славным, то есть чтобы научить соблазняющихся относительно меня, что я не напрасно подвязаюсь, а не чтобы самому учиться, ибо как учиться мне, когда я получил от Отца откровение о Сыне и Его Евангелии. Галатам 2.3 Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Элина, не принуждали обрезаться. Толкование. Необрезанный Тит, говорит он, не был принуждаем обрезаться. Это служит важнейшим доказательством того, что и апостолы допускали обрезание не в качестве закона, а по некому домостроительству, то есть как временную меру благоразумного снисхождения к немощным, ради верующих от обрезания, и того, что не могли порицать проповеди Павла, ученик которого был не обрезан. Галатам 2.4 А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Толкование. Порядок речи следующий. Даже ради пришедшей лжебратьей Тит не был принуждаем обрезаться. То есть, хотя мои противники и присутствовали, но апостолы даже ради них не принудили и Тита обрезаться. Как же он называет лжебратьей, настаивающих на обрезании, если и апостолы принимали его? Потому что апостолы допускали обрезание из снисхождения к верующим от обрезания. Как проповедники иудеи, а те как узаконители обрезания по принципу и как бы защитники закона. По всему-то он и называет их лжебратьей, а выражением скрытно приходившим указывает на их коварный замысел. И словом подсмотреть дает разуметь, что они враги. Ведь саградатые не для чего-нибудь иного приходят, как именно выведать все и облегчить себе путь к разрушению и порабощению. Это самое они и делали. Ибо они наблюдали, кто не обрезанный, имеющий свободу во Христе, то есть не подчиняющийся закону, чтобы напасть на них и принудить обрезаться. И снова подвергнуть нас рабству закона, от которого освободил нас Христос. Итак, отсюда ясно, что апостолы допускали подзаконное, чтобы мало-помалу освободить от этого рабства. Как раз вспоминаю, когда спрашивают, как вы могли запомнить такие места Писания? Я отвечаю, только потому что это Писание прошлось по мне. О чем Серафим Саровский говорит, чтобы ум плавал в этом Писании. Вот они приходили подсмотреть. У меня постоянно приходят подсмотреть. А как вы считаете посты? Посты неевангельского устроения. Но я православный, они приняты. Вопрос снят в повестке. Я его выполняю. Мне они не нужны. Детский лагерь трудно очень. Но теперь я прошу Бога полюбить эти посты. Люди никак этого не могут понять. Почему? Они этого не испытали. Я ставлю вопрос. Скажите, а обратился в Арнава как? Не знают. А как обратился такой-то? Марк. Не знает. А почему про них ничего не написали? Ни про Матфея, ни про Луку. Ничего не здесь. А почему? А потому что Лука писала Павлю. А почему у других апостолов не написано деяние апостолов? Почему у других и посланий нету? А мы не знаем, как они обратились. А у Павла все открытая картина была. Как он обратился, он рассказывает неоднократно. В Священном Писании. У них нечего было рассказать. И когда мы в общении здесь сказали, что напишите, кто как пришел к Богу, обратился. 84 человека, которые ходили на занятия там были, написали. А некоторые, даже живущие в Потеряевке, так и не смогли написать. Под договорками разными. А почему? А не было обращения. Он родился в верующей семье. От фарисеев, а дальше встречи со Христом не было. И поэтому он все время где-то все против, против. Надо вот не так проповедовать. А сам никогда, ни разу, ни одного разу даже в ближайшие деревни не выехал. Никогда. Вот это запоминается. Потому что это мое. По мне проехалось. А если ты сторонний наблюдатель просто прочитал, и никак тебя это не коснулось. Ты не запомнил. Это сюжет промелькнул. Мать смотрит фильм. Документальный. Хроника была такая. И она увидела, как сын ее выскочил из окопа и побежал. Она только скрикнула в зале. Алешенька! И после ее отдельно прокрутили. Она больше его никогда не видела. Почему все сидели молча? Не их. А это ее детище. Живое. Она увидела движение рук, ног его. Это в фильме показывают. Вот поэтому писание. Чужое. Они согласны его сейчас на любой перевод. Переводчики, надо что-то не так, надо перевести. Почему? Потому что по нему не жили, и нигде Писание в их жизни не отразилось. Вот какая причина. И надо просить у Бога. Господи, дай мне любви к Слову Твоему, и чтобы Писание было на мне живо и действенно. Когда людям говоришь о их толпе, и никто этого не пережил, они все делаются мне врагами. А вы себя восхваляете и говорите, я говорю, как пережил. Вот эта глава, первая, вторая, галатом, это мои главы. Это я писал их. А почему? Да Дух Святой, который через Павла делал, это же сделал и во мне. И люди никак в это не верят. Да вы-то какой апостол? Апостол в самом маленьком смысле, то есть посланный, разбери его слово, Расул. Даже у мусульмана есть Расулы. Расул, Гамзатов, то есть апостол и далее. Так, чтобы мало-помалу освободить от этого рабства. А те действовали так, чтобы закрепить это рабство. Галатом. Все.